Оранжевый. Страсть. Дим. Голос в трубке звучал неуверенно, словно человек сомневался в чём-то. Не то в набранном номере, не то в самой необходимости звонка. Мика? Дим взглянул на часы. Ночь, однако. Мика же при всех своих взбрыках дама более чем ответственная. Да и не настолько близко они знакомы, чтобы посреди ночи друг другу звонить. Все эти мысли пронеслись в мозгу за долю секунды. Он вообще соображал стремительно. Мика, что случилось? Я могу помочь? Наверное. Голос в трубке дрожал, словно Мика собиралась заплакать. Мика? Заплакать? Ну-ну. Это как если бы памятник Екатерине Великой отправился лично инспектировать развод мостов. И всё-таки голос действительно дрожал. Невероятно. Я... Я не знаю. У меня телефон был выключен. Ну, то есть не выключен, просто я его не слышала. Ай, неважно. И там семнадцать пропущенных от Лёльки. Семнадцать, Дим. А теперь я ей дозвониться не могу, трубку не берёт. Платону звонила. А разве он ещё тут? Он же в свою Англию улетел уже. Ах, да. Досадливо хмыкнул Дим. Чёрт, значит, Лёлька дома совсем одна. Ты хочешь, чтобы я съездил, проверил? Ну, если ты можешь, конечно. Я могу. И ключи у меня есть. Если вдруг что. Только ты не думаешь, что проще Екатерину Александровну попросить? На этаж всего-то подняться. Екатерину Александровну? Мика фыркнула. И это уже было почти похоже на неё всегдашнюю. Ну, ты же её знаешь. Ладно, если, к примеру, Лёлька просто накирялась и отключилась, ну, или снотворным закинулась. Хотя она не пьёт, вообще-то. Да и снотворных никогда не употребляла, у неё и нету. Но мало ли. Не, я не паникую. Однако, если, не дай бог, впрямь что-то серьёзнее пьяного забытья, ну, поскользнулась в ванной или ещё что. Тогда толку от её мамули. Будет кудахтать, как психованная курица. Ах, мне дурно, ах, накапайте мне вон того, нет вот этого. Ну, да, согласился Дим. Ладно, сейчас сгоняю. Ты подъедешь или тебя не ждать? Мика в трубке вздохнула, но уже без намёка на совершенно немыслимые в её исполнении слёзы. Дим, я, собственно, почему тебя дёрнула? Я в Москве сейчас. Быстро не доберусь. В трубке раздалось саркастическое хмыканье. Вот это была уже совершенно всегдашняя Мика. Моментально выкинув из головы и Мику, и её нервы, Дим полез смотреть график развода мостов. Не хватало ещё застрять по дороге. Не застрял. И вообще доехал как-то невероятно быстро. Жаль, некому было рекорд регистрировать. Ну и мешать тоже некому. Ночь. Дороги почти пустые. Ключи у него были. И от квартиры, и от въездных ворот. Но входные двери, здоровенные стеклянные панели в полтора человеческих роста неожиданно оказались заперты. Дим и не знал, что такое вообще возможно. Постучал в стекло, за которым клубился полумрак. Потом ещё раз посильнее. Консьержки ведь работают круглосуточно. Оглядевшись, заметил слева аккуратную панель с кнопкой и, вероятно, переговорным устройством. Нажал. Где-то внутри слабо задребезжал звонок. После паузы из динамика донеслось строгое. К кому? На шестой открывайте быстрее. Меня ни о каких гостях не предупреждали. Позвоните Александре Игоревне на мобильный, если она распорядится, я вас впущу. Да она трубку не берёт. Значит, спать легла. С утра приходите. Что за гости в ночь-полночь? Вот и что делать. Всё-таки позвонить Лёлиной мамаши, похоже, придётся. Но пока объяснишь. Он предпринял ещё одну попытку. Слушайте, я вообще-то не посторонний. Да уж вижу, иначе уже охрану вызвало бы. А только всё равно не положено. Охрану? Конечно же. Вся охрана, от тощих мальчиков за компьютерами и упакованных в броню бойцов, да, вахтёров и консьержек, находится в ведении службы безопасности компании. Дим нашёл в телефонных контактах Шухова. Ну да, ночь на дворе. Но что же делать? Тот, однако, отозвался после второго же гудка. Слушаю, Вадим Леонтьевич. Иван Неконорыч, мне надо к Лёле попасть, там что-то непонятное. А тут консьержка какая-то упертая. Главное, у меня ключи-то есть, а подъездная дверь... Я и не знал, что её запирают. А что с Лёлей? Шухов явно встревожился. Да не знаю я, мне Мика позвонила. Вроде Лёля весь вечер ей названивала, а теперь трубку не берёт. Может, просто спит, но мало ли что, сердце прихватило, поскользнулось, надо проверить. Надо, согласился отставной полковник, сейчас и отключился. Минуты через три Диму показалось, что прошло не меньше получаса. Сумрак за дверью посветлел, пожелтел, за стеклом появилась замотанная в пуховый платок фигура, загремела ключами, посторонилась бормоча. Не держите зла, я что? Раз не положено, значит, не положено. Но коли Иван Неконорович... Не дослушав, Дим пролетел, взмахнув полами пальто мимо лепечущей консьержки. Та только проводила его растерянным, недоумевающим и как будто испуганным взглядом. Поднялся на шестой этаж, потерял несколько секунд, отыскивая ключи, которые, выясняя отношения с консьержкой, куда-то автоматически ссунул. Лёля лежала на пороге гостиной, скрючившись, как нерождённый младенец. Из-под щеки растекалась лужица рвоты. Дим облегчённо выдохнул. Господи, слава тебе и всем твоим угодникам! Действительно, просто напилась. И лежит на боку, значит, задохнуться не могла. Кажется, если человек захлебнулся собственной рвотой, это называется гадким словом «Алексия». Откуда он это знает? Он наклонился, присмотрелся, прислушался. Да, дышит. Вот только запах, соответствующий спасительной мысли об алкогольном беспамятстве, отсутствует. Нет, не напилась. Дим был уверен, что пьянство — одно из наихудших, глупейших и бессмысленных времяпрепровождений. Но, ей-богу, лучше бы Лёлька пьяная валялась. Увы, ничего похожего на алкогольное амбре. А в тошнотной лужице какие-то белые крошки. Неужели она чего-то наглоталась? Да, похоже, очень похоже. Ни двигать, ни переворачивать лежащую в забытье Лёльку Дим не стал, побоялся. Не сделать бы хуже. Только пледом с кухонного дивана прикрыл, чтобы теплее ей было. Глупо, конечно, она же сейчас ничего не чувствует. Прошёл туда-сюда по прихожей, вздрагивая каждый раз, когда приходилось огибать скорчившееся тело. Дошагал до кухни, вернулся. Тупо ждать скорую было невыносимо. Ах да, на втором этаже жил милейший Леон Валерьевич. Он, правда, кардиохирург, но врач ведь... Лёля захрипела, вздрогнула, точно в ещё одном пароксизме рвоты, безрезультатно мужей опять затихла, свернувшись клубочком на скомканных пушистых складках. Можно ли её оставить? Ничего, он быстро. По лестнице не сбежал, практически скатился, как в Куршавеле по трассе высшей сложности. Только там сердце заходилось от восторга, а сейчас от ужаса. Субтитры создавал DimaTorzok